Всем привет! И сегодня мы продолжаем собирать свой домашний палеонтологический зоопарк. Нынче у нас в программе товарищ Карнатаурус Бомберги. Который, да, и всем известен скорее как Карнатаур, он же хищный бык, он же один из славных представителей как раз под отряда тераподы. И чтобы его собрать, нам потребуется уже знакомая проволочка, уже нарезанная, шила, ножнички, клеящий карандаш, пласкокупцы, они вам потребуются, чтобы нарезать проволоку и укрепить суставы, не свои его, фломастер, чтобы его расписать и нарисовать на нем веселенькие чешуйки. Ну и, конечно, распечатка от музея пермских древностей, она в виде прикрепленного файла тут у нас есть. И на этой распечатке вот такой красавец. Примерно 7,5 метров длиной, около тонны 300 килограммчиков весом. Один из самых крупных хищных динозавров. Ну и мы начнем с того, что наклеим его, эту распечатку, на плотную бумагу. Вот так. Товарищ Карнадар был найден на территории нынешней Аргентины. И нашел его, как я уже говорила, замечательный палеонтолог Хосе Бонапарте. Хосе Фернандо Бонапарте. То есть у них все сложные имена. Довольно интересный человек, который прожил 91 год с 23 по февраль 2020 года. То есть совсем недавно его, к сожалению, не стало. Который участвовал в раскопках множества южноамериканских динозавров. Мы как-то в основном знаем динозавров североамериканских, потому что именно на территории Северной Америки шли так называемые динозавровые войны, когда палеонтологи соревновались между собой, кто больше раскопает, кто больше динозавров представит публике. Ну, жители Соединенных Штатов Америки из сего умеют делать бизнес, в том числе и из палеонтологии. Вот поэтому, да, в Северной Америке динозавры стали, условно говоря, медийными персонами, а Южная Америка присоединилась к динозавровому буму немножко попозже, собственно, уже только в 70-х годах 20 века там сделали некоторые основные крупные находки. Вот поэтому в массовой культуре мы в основном встречаем самого известного терапода, это тираннозавр Рекс, а вот славное семейство, которому принадлежал наш коронатар, например, семейство Абелизавриды, обычно как-то не на слуху. В общем, если вы любите контркультуру, если вам подавай альтернативочку, если вам не нравится попса, то вместо тираннозавра выбирайте коронатавра. Размером сопоставим, и вообще он даже, он круче, мне он нравится больше. Хотя вы можете со мной поспорить в комментариях. Вот мы его наклеили на бумажку, и делаем дырочки. Делаем осторожно, лучше что-нибудь, наверное, подложить. Я вот положу блокнот. Постарайтесь ничего не проткнуть себя. Тельце у него пропорционально такое длинненькое, стройные ноги, зубы узенькие, небольшие, мордочка коротенькая, глазенькие, подслеповатенькие. Что ему разглядывать? Ему же не разглядывать добычу полагается, а есть и. Но при этом хорошее бинокулярное зрение, довольно высокая линейная скорость, по некоторым оценкам, до 45 км в час. То есть это, вообще говоря, побольше, чем теоретически мог развивать тираннозавр. И довольно мускулистый хвост. Именно такой мускулистый хвост позволял ему, с одной стороны, развивать довольно большую линейную скорость, он сильный, мускулистый, но при этом, правда, надо всегда понимать, что чем выше скорость, тем ниже маневренность. Поэтому, если вы быстрый, это мало что означает, что вы можете всех там поймать и съесть, от вас всегда могут увернуться. И вот сейчас мы эти его детали вырезаем. Описан этот самый Корнотавр был в 1984 году. Как я уже сказала, экспедицию, которая его нашла, возглавлял Хосе Фернандо Бонапарте, однофамилец того самого Наполеона Бонапарта. У него родители были, вообще говоря, простыми рабочими, сам он палеонтологического образования, вообще говоря, не имел. Но буквально с ранних лет он увлекался тем, что искал окаменелости, и вот кем потом стал. Так что, ребят, если у вас пока еще нет палеонтологического образования, это не страшно. Главное то, что вы любите что-нибудь искать и находить. А если не найдете, можете пока на время карантина себе что-нибудь сделать своими руками. Кроме, вот, собственно, этого красавца-карнатавра, там был найден и довольно крупный зауропод, щетинистый амаргозавр. И сами отложения, в которых был найден карнатавр, принадлежали к раннему маастрихту. Поясню, маастрихт – это самое последнее подразделение мелового периода. Соответственно, это начало, конца эпохи динозавров. Вот даже так. И да, в своей экосистеме карнатавр был действительно самым страшным хищником. А что же тираннозавр и рекс, вы можете спросить, неужели, а вот если бы они встретились и подрались, например. Ну, тут надо заметить одну очень простую штуку. В то время, когда жили и тираннозавр, и карнатавр, они, кстати, были более-менее современниками. В это время Южная Америка и Северная Америка не имели между собой никаких сухопутных мостов, никаких соединений. Поэтому они просто не могли встретиться, потому что они жили, условно говоря, на разных берегах. Поэтому встретить их и провести сравнение их силы, ну, можно, если вы их вырежете из бумаги и поделитесь им. Вот. Мордочка у карнатавра коротенькая, более аккуратная, но более страшная. А тут еще небольшой момент, который я упустила, когда рисовала вот это все, просто потому что еще не знала. Если для тираннозавра рекса была характерна вот такая сообразная шея, то шея карнатавра была более короткая и прямая. И сейчас мы это исправим. Так, мы сейчас намеким размер его головы. Вот так вот. Нарисуем здесь звездочку, чтобы не забыть проколоть. И укоротим ему шину. И вот здесь еще одна звездочка. Да, вы можете свободно модифицировать вот эти самые заготовки, это у вас получится. И сейчас мы еще проколем. Раз и два. Вот так. И сейчас мы получившуюся деталь вырежем. На самом деле можете делать своих динозавров и с крыльями, и с ластами. Это как вам больше нравится. Вот такая. Вот такие маленькие рожки. Возможно, они были основанием более крупных кератиновых рогов, но это мы пока можем пофантазировать немножко. Как мы уже знаем, белки, тот же самый кератин, они в ископаемом состоянии сохраняются очень плохо, поэтому мы не можем знать наверняка, были у него какие-то рога развесистые, ветвистые, или наоборот, как у королы. Но, собственно, его название корнотавр хищный бык именно это предполагает, что у него были вот такие рожки зачем-то. Тут тоже замечу, что, в принципе, для хищных динозавров какие-то образования над глазами это довольно обычная штука. У того же теранозавра рекса, например, у него такие заметные на месте наших бролей, в общем, у него довольно заметные костные утолщения, у некоторых других хищных там, мангозавров тоже что-то такое водится. Возможно, это была защита для глаз как раз во время охоты, чтобы, условно говоря, глазики не выпали, как там находится. Но были также предположения довольно интересные, что с помощью этих рогов он мог прямо убивать добычу. Почему животные обычно рогами не охотятся? Вот тут я немножко пожалуюсь, когда я работаю в музее пермских древностей, когда я там вожу экскурсии, вот буквально к чему не подведу. Ребята, как вы думаете, зачем мамонту такие большие бивни? Что отвечают в основном дети? Правильно, чтобы драться, сражаться и убивать. А зачем такие большие рога степному зубу? Чтобы убивать добычу. А чем он питался? Травой. А зачем ему тогда рога? Чтобы убивать. Я не знаю. Да, в представлении детей часто вымершие животные, такие гладиаторы, которые все время кого-нибудь убивают самыми страшными и невообразимыми способами, рогами, зубами, бивнями, всем чем угодно, главное, побольше убить. Не все дети такие кровожадные, но очень часто. И я даже понимаю почему. То есть многие фильмы, те же самые BBC-шные фильмы о динозаврах, они часто бывают потрясающе хороши с точки зрения сюжетов, спецэффектов, но в них слишком часто делаются акценты именно на сцены охоты. Это хорошо. Посмотреть, как древние животные охотились, это просто невероятно интересно, притягательно, но проблема в том, что очень часто как раз как древние животные охотятся, это мы видим, а как охотятся современные животные? Нет. Зачастую ребята ни разу не видели, как разделывают курицу или там индюшку, но при этом прекрасно видели, как древние животные кого-нибудь хватают, кияты убивают. И из этого да, создается впечатление, что древний мир это такой вот мир постоянного насилия, а сейчас курицы все же знают, что они в супермаркетах уже готовые в пакетах растут. И да, из-за этого бывает такое то, что называется когнитивное искажение. Когда текущее состояние дел, мы как-то считаем, что все нормально, все хорошо, а вот раньше это была жуть какая. Ну да, жути действительно было много, но и сейчас жуть тоже существует. Ручки. Маленькие, симпатичные ручки. И сейчас мы это все соберем. Так что жуткий, страшный, хищный. Что вы хотите? Курицы тоже страшненькими бывают. Курозавы все-таки. Почему курицы это современные маленькие динозавры, это вы можете как раз посмотреть в ролике про клонирование, который я снимала еще во время позапоза позапрошлой недели карантина. Сейчас наши ножки подсоединяем и он готов догонять за уропот. Ножки довольно длинные, бедренная кость весьма неплохо держала динамические нагрузки, которые на нее сваливались во время быстрого бега, а хвост позволял удерживать стабильную и большую линейную скорость. Ручки маленькие, при этом довольно забавно, что вот как у тираннозавра ручки маленькие, над которыми все шутят, у майонгозавра там вообще какие-то отросточки смешные, а это все попадает во всякие мемасики, в смешные картинки, да, действительно пропорционально при 7-метровой тушечке, маленькие ручки размером вот такусенькие. При этом у них был достаточно неплохой развитый сустав, то есть он как-то мог выполнять какие-то вот такие движения этими ручками, что он им делал, непонятно. У майонгозавров тоже вот такое было возможно движение. Вот что он им делал, вот если вы, дети, придумаете, зачем может быть вот нужно вот такое, вот такое движение, возможно это станет началом нового научного исследования. Зачем? Вот, при этом ручки у него имели пальчики, имели вот эту кисть руки и при этом не имели вот этого запястья. Они у него уже, короче, крепились к локтевым костям, при этом предплечье очень коротенькое и, да, суммарно вот такие маленькие отростки с четырьмя пальчиками, при этом многие эти пальчики крайние даже не имели суставов, но были. То есть, то, что называется рудименты. И, знаете, иногда бывают такие духовно богатые люди, которые уверены, что вся природа совершенна, что вот она прям в таком совершенном виде вся вот была как-то так моментально сделана. В природе очень много странных вещей, которые являются результатом естественного развития. по сути артефакты эволюционные. Вот как раз вот такие рудиментарные органы, ручки, это очень характерная штука. Достались от предков, но не бросать же сразу. Отлично. И теперь мы делаем сложную подвижную шею. Она у нас будет состоять из двух суставов. По сути. Вот один соответственно между верхом шеи головы и головой и собственно самой шеи. шеи. Да, я навинчиваю прямо на весу эти улики. Мне так удобнее. Потому что иначе мне придется проявлять неюжную гибкость и распластываться на полу. Готов сустав, шея подвижна и мы как раз сейчас ее установим прямо в такое положение. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И самое главное в динозавре хвост толстый, мускулистый, длинный, помогающий ему балансировать во время бега и не упасть. Чем длиннее хвост, тем быстрее мы можем маневрировать, а чем он мускулистее, тем мы быстрее можем бежать. Так что вполне возможно, что коронатавр был как раз одним из самых быстрых крупных терапод. Как я уже говорила, в те времена, когда он жил, Лавразия и Гондвана, два континента крупных, были разделены между собой, и вот он как раз обитал на той части, которая сейчас стала Аргентиной. Известен он по практически идеально сохранившемуся скелету, там у него сохранились даже мелкие подъязычные косточки, которые вот здесь вот у нас и у него. И благодаря этому он очень хорошо изучен для своего семейства. Вот сейчас мы находимся в самоизоляции, но мы все равно можем попробовать поискать Аргентинский музей естественной истории в Google музеях, есть там у них такой сервис, который позволяет виртуально сходить в самый известный музей мира, и мы как раз можем тоже его самостоятельно немножко поисучать. Да, он у нас какой-то сейчас беленький, скучненький, поэтому нам потребуется маркер. Для коронатавров неизвестны отпечатки перьев, то есть скорее всего они альтернативная линия, то есть если тиранозаврины были чуть ближе к птицам, то вот эти самые амелизавриды довольно быстро от этой общей линии отклонились, птицами не стали, современных потомков не имеют вообще, и у них известны небольшие чешуйки около 5 миллиметров и небольшие кожные окостенения, так что давайте мы как раз чешуйки нарисуем мордочки, тоненькие чешуйки, при этом интересный момент, что известные отпечатки его чешуи для левой и правой половины туловища, и на левой и на правой половине они почему-то не очень-то совпадали, этот самый рисунок чешуй, вот, и небольшие костяные бляшечки нарисуем в нем в коже, это будет считаться костяными бляшками, как, например, у нынешних крокодилов, у игуан подобные штуки есть, если кто-то когда-нибудь видел осетров, вот у них очень развитые костяные бляшки в их рыбьей коже, вот мы этих костяных бляшечек немножко нарисуем, несколько штук, и и чешуйских, в таких пятнышках. Вы, конечно, можете делать своих динозавров разноцветными, это очень, кстати, классно, стильно получается, вот у нас уже в группу выкладывали свои поделки, в группу музея пермских древностей, нам это очень нравится, очень стильный был динонтозавр, у нас уже выложена фотография, и я думаю, у вас, может получиться лучше, чем у меня, потому что я здесь вот так вот в немножко неудобной позе горячусь. Сейчас еще чешую это на хвосте. Держим фломастер вертикально, чтобы были ватненькие точечки. Чешуйчий рисунок. Отлично. Ну, и еще один момент, возможно, вот эти рожки маленькие, которые мы знаем, это была лишь часть крупных кератиновых рогов, то есть их лишь костяное основание, а сами рога, возможно, были гораздо крупней, и мы с вами можем похулиганить из обрезков бумаги, вот таких вот. Сейчас нарисуем рог, вот такой вот. И, наверное, еще один для другой стороны. вырежем получившиеся кератиновые рога. С одной стороны. и рога с другой стороны. и приклеим их нашему хищному быку. быкам он, естественно, родственник, как я уже говорила, он скорее родственник моюнгозавру и прочим абелизаврам. Более, гораздо более далекий родственник тиранозавру, то есть с ним они разошлись очень рано на своем эволюционном пути. Один рог подклеим. Сверху, прямо на основании костяной. и второй рог к другой стороне, чтобы было видно, что номер дворога не один. Готов? Держи руку. Голубь. Ну что ж, ребят, пополняем наш палеонтологический зоопарк. Открываем собственный парк мелового пока периода. И у нас это вполне неплохо получается. Выкладывайте свои поделки, делитесь ими, подписывайтесь на канал Музея Пермских Древностей на Ютубе, вступайте в группу ВКонтакте, у нас еще есть Фейсбук. Делитесь своими поделками. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...